формуле Штайнмайера и необходимости ее имплементации. Вы, Зеленский, я Меркель. Так. Вы приезжаете до меня и... Вот мы ведем с вами переговор. Вы приезжаете до меня и рассказываете мне, как погано Півничный потек-2. Что, когда вы купаете российский газ, то вы затягиваете Европу, вы нерозалежность. И что вам от этого погано? Я вам говорю, пане президенте, десь я, может, с вами и погодился. Но у меня до вас встречное вопрос. Вы два года купите российскую электрику. Вы меня переконаете, чтобы я не купил российский газ. А почему вы купаете российскую электрику? А хіба российская электрика? Это не такая же энергетическая оружие Кремля, как и российский газ. Вы нашим компаниям скажете, что мы не заработали, потому что это коррупция. А когда вы купите российскую электрику, уничтожите свое производство, вы мне скажите, это коррупция или не коррупция? И какая разница между российским газом для Німеччины и российской электрикой для Украины? И все. Что вы мне на это отвечаете? Какие аргументы вы мне даете? Ни каких. Поэтому, когда вы хотите чего-то добиться, с партнерами нужно быть честными. А не вы едете, рассказываете в Німеччину, как погано «Повнический потек-2», а в себе робите то же самое. И с российской электрикой. Добивайте, власне, виробництво, повертайте Украину в энергетическую залежность от Кремля. И подивите вчера еще поведение. 25 станций в Украине зупинились и стоят через дефицит вугиле. Да, 25 станций, да. Влитку зупинились через дефицит вугиле. Вы можете уявить, что будет... Ну, не только частные, кстати. Что будут и государственные, и приватные. Вы можете уявить, что зимою будет, если они влитку зупиняются? Хаба это не ворожа политика до Украины? Хаба это можно таки допускать? Это то же самое, что и армию во время войны. От, фактически, сегодня идет оборудование Украины, когда уничтожают энергетическую независимость страны. И главная ответственность и вина за это на регулятор. Это он при потуранной владе привели до этого коллапса, фактически катастрофы в энергетике. Поэтому эти переговоры по певничному потоку не могли отбудеться успешно для Украины с одной причиной. Потому что Украина делает то же самое, что делают німцы. Німцы хотят купить российский газ заработать, а украинские коррупционеры хотят купить российскую электрику, чтобы заработать, уничтоживая энергетическую независимость страны. Поэтому, когда мы предъявляем претензии, шукаем скалку в очи партнеров, на свое бревно нужно подивиться, а потом предъявлять претензии. В Германии очень сильно раскритиковались. Я не знаю, посмотрел заявление Алексея Арестовича, советника руководителя Офиса Президента, который прямо сказал, что Германия между Украиной и Россией выбрала Россию. Вот вчера мы говорили с главой нефтегаза Юрием Витренко. Вот он, ну не прямо, между строк, но он говорил, что коррумпированные немецкие чиновники принимают решения о строительстве Северного потока-2 и политики. Я с ними полностью согласен. Потому что они по своему опыту знают, как коррумпованные украинские чиновники запустили два года назад в Украину российскую и белорусскую электрику. Вот они, коррумпованные чиновники нёмецкие, коррумпованные украинские чиновники, один одного видят далеко. И принимают коррупционные, антиукраинские решения. Так вот, украинские чиновники должны принимать решения в интересах Украины, а не в интересах своих коррупционных схем.